Здравствуйте, я Nostroma 771. Сегодня я хотел бы выполнить тестирование антивирусного решения Chamar Antivirus версия 1.0.0.391 по состоянии на 23 апреля 2020 года. Тестирование выполняется в операционной системе Windows 10.64 бита, версия профессиональная. Аппаратная часть тестовой машины, процессор FX8350, 16 гигабайт оперативная память, 120 гигабайт SSD. Перед установкой антивируса территория компьютера проверяется сканерами на предмет наличия каких-либо опасных элементов до установки продукта. Zimano Antimalva, каких-либо опасных элементов на территории компьютера не обнаруживает. Hitman Pro, следов заражения системы не обнаружено. Malva & Bytes Antimalva версия корпоративная. Выполнялась быстрая проверка. Каких-либо опасных элементов обнаружено не было. Приступаю к установке антивирусного комплекса. После выполнения рестарта системы выполняю обновление антивируса. Базы обновлены, новых обновлений нет. Выполняю настройку продукта на максимально возможный детект. Антивирус имеют незначительные настройки, работает практически по умолчанию, так как глобальных настроек безопасности, кроме включения и отключения некоторых функций, в антивирусе пока нет. Выполняю загрузку подготовленных архивов со зловредными элементами с удаленного ресурса. Первый архив на загрузку содержит накопительно различные зловредные элементы. Загрузка. Сохранение в директорию загрузки. Объект в директории. Следующий архив накопительный с энкодерами. Загрузка. Сохранение в директорию загрузки. И последний архив также накопительный с энкодерами. Загрузка. Сохранение в директорию загрузки. Все архивы загружены. Выполняю распаковку. Первый архив, накопительный, извлекаю. Увожу пароль. Начинается обнаружение опасных элементов. Появляется уведомление о обнаружении объектов. Распаковка завершена. Присутствует 7 элементов, которые были определены антивирусом как опасны и их распаковка не состоялась. Выполняю распаковку следующего архива с энкодерами. Извлекаю. Ввожу пароль. Аналогично начинается обнаружение объектов, только здесь количество объектов сразу увеличивается значительно. Завершается распаковка. Всего было обнаружено и заблокировано 2327 элементов, которые фактически не были распакованы. И последний архив также с энкодерами. Это второй накопительный объект. Извлекаю. Ввожу пароль. Начинается обнаружение опасных элементов. Распаковка завершена. Всего было заблокировано в процессе 373 элемента. Удаляю архивы распаковки. Выполняю принудительную пользовательскую проверку директорий. Каких-либо опасных элементов в процессе сканирования обнаружено не было. Еще раз выполняю сканирование элементов, указав директорию. Опасности обнаружено не было. Новых обновлений антивирусных баз также нет. Проверяю количество элементов в директориях. Энкодеры второй накопительный архив. Блок A на остатке 938 элементов. Блок B на остатке 1678 объектов. Первый накопительный архив с энкодерами. Блок A на остатке 3716 элементов. Блок B на остатке 6115 объектов. Общая директория с различными зловредами. Бэкдо 80 элементов. Батскрипты 43 объекта. Ботнет 69 элементов. Дроппер 8 объектов. Молва 8800 элементов. Новые объекты, которые определялись относительно недавно. 79 объектов. Прочие зловредные элементы 394. Рансом 8 элементов. Спайаген 32 объекта. Троян 313 элементов. Троян крипт 36 объектов. Вирус 88 элементов. Черви 143 объекта. Приступаю к запуску в режиме реального времени оставшихся элементов, начиная со второй директории с энкодерами. Блок A. Первый объект. Запуск от имени администратора. Так как количество элементов очень большое в директориях, я буду запускать объекты выборочно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Происходит временное зависание системы, повышенная нагрузка. Через некоторое время директория запуска закрывается, появляется надпись на рабочем столе о том, что все файлы, важные файлы пользователя зашифрованы. Нагрузка несколько падает, но тем не менее продолжает удерживаться. Большинство ярлыков на рабочем столе теперь уже не читабельны. И появилось многократное копирование объекта README. Пробуем открыть данный элемент и прочитать, что он гласит. Здесь написаны данные о том, что наши файлы были зашифрованы, имеются кодировки и соответственно мы должны обратиться на определенный адрес электронной почты и все соответствующие атрибуты шифрования. Еще один объект восстановления файлов. Здесь также предупреждение о том, что объекты были зашифрованы уже другим ключом шифрования и аналогичная информация представлена. Таким образом отсюда можно сделать вывод, что файлы шифровались различными объектами, которые в том числе сейчас и присутствуют в памяти. Мы можем видеть объекты блока A, которые в большом количестве присутствуют в памяти и работают. Проверяю директорию для шифраторов. Здесь вновь появляются файлы, которых раньше не было. Ну вот по крайней мере восстановление файлов RCA 2048 и ссылка. Машина работает тяжело, удерживается нагрузка, файлы открываются медленно, все подвисает. Ну а здесь у нас в более цивилизованном виде расписана та же информация, которую мы наблюдали с вами в текстовом файле. Что касается объектов, архивы все зашифрованы, видео объекты все зашифрованы, документы все зашифрованы практически, кроме некоторых форматов, музыкальные элементы, кроме некоторых объектов все элементы зашифрованы, изображения все объекты зашифрованы. Загружается еще одно предупреждение о том, что наши файлы подвергались обработке. Это уже третий шифратор, по крайней мере от которого поступило уведомление о шифровании. Объект пытается сам себя множить, я принудительно его закрываю. Пробую выполнить сканирование системы при помощи антивируса. Проходит время, однако ничего не изменяется. Антивирус продолжает пытаться выполнять сканирование, и мы более не наблюдаем никакой информации о том, работает он фактически или нет. Если посмотреть в директорию, в которой антивирус распаковывался и работает, то здесь большинство элементов, за исключением некоторых, было зашифровано. Во всех директориях. Гарантировать качественную работу антивируса в таких условиях не приходится. Ожидать процесса выполнения сканирования я далее не буду, потому что возможно процесс этот абсолютно бессмысленный, антивирус может не выполнять свои функции. Ряд сканеров мне пришлось переустановить, потому что объекты, которые находились на территории компьютера, были зашифрованы и работать с ними невозможно. Выполняю рестарт системы, надеюсь, что система сможет перезагрузиться и работать корректно, несмотря на тот факт, что большое количество объектов в настоящее время повреждены. В ходе рестарта запускается уведомитель о том, что наши файлы зашифрованы в виде веб-окна и в виде текстового документа. Пробую удалить объекты из директорий запуска. Все элементы, которые мы сейчас удаляем, также подвергались шифрованию, потому что мы видим изменение структуры объектов при удалении. Имеются элементы, которые невозможно удалить, но это объекты-уведомители о шифровании. Выполняю проверку системы при помощи сканеров. Согласно данных комоды Killswitch, сейчас в памяти присутствуют объекты, неклассифицируемые малого и неизвестные элементы. Объекты запускались, естественно, из директории энкодеров, потому что другую директорию мы запустить не успели. Система подвисает после запуска большого количества элементов из директории энкодеры. Продолжается запуск уведомителей. Запустить ряд элементов Microsoft не представляется возможным. Данные объекты не работоспособны. Что касается антивируса, то при попытке его запустить появляются уведомления о том, что неправильно указано имя файла. Его невозможно обнаружить в указанной директории. Хотя значок продукта свидетельствует о том, что антивирус работает. Тем не менее, запустить его не представляется возможным. Также имеется уведомление о том, что в настоящее время какой-либо антивирусный модуль в системе не обнаружен. Не работает. Антивирус Chama отключен. Пытаюсь его включить. Запускается только уведомитель в трей о присутствии антивируса. Однако фактически этот элемент в системе не работает. Завершается сканирование. Malva и Bytes антималва. Версия 4.1 обнаруживает 24 опасных элемента. Это объекты. Malva в системных директориях. System32. Также среди процессов мы видим 187.365 элемент из блок A, который сейчас находится в System32 и работают. Завершается сканирование. Hitman Pro находит на территории компьютера 6 опасных элементов, и 10 следов. Первый объект, Update Roaming, поступает на запуск и работает. Trianwin32.yax. Работает в настоящее время объект 365 из блок A, энкодеров, располагается в системной директории Windows System32. Trianransomwin32.rack. В этой же директории находится 69 объект, Trianransomwin32.crucis. System32.yax. И первый объект, Trojan Win32, Scarsy. В директории Temp располагается объект Trojan PSV Win32 Tepfer, хранитель экрана. И вновь в директории System32, объект 187, в настоящее время работает Trojan Ransom Win32 Encoder. Zeman Antimalva находит на территории компьютера 9 опасных элементов. Блок A, 365 объект, Trojan Win32 в системной директории. Там же 187 объект, Trojan Clum. В директории пользователя Update Roaming располагается RansomWare Win32 CryptoLock. В пользовательской директории Start меню RansomWare Win32. В этой же директории RansomWare System32 69 объект, Trojan Win32 Warneac. 201 элемент Loopia System32 RansomWare CryptoLock. И Update пользовательская директория RansomWare CryptoLock. На этом тестирование продукта Chamar Antivirus завершено. Фактически система находится во внеработоспособном состоянии, антивирусные файлы также повреждены. Объект непонятно то ли работает, то ли не работает. Запустить его невозможно с консоли и посмотреть в каком он сейчас состоянии также. Файлы пользователя подвергали шифрованию различными троянными шифровальщиками. Мы можем видеть на рабочем столе их деятельность. Файлов этих много и соответственно в системе они шифруют информацию друг за другом. Файлы пользователя восстановлению фактически не подлежат. Необходимо переустанавливать операционную систему. Защитить антивирусное решение пользователя от воздействия зловредных элементов не смогло. Данное решение в настоящий момент в процессе сканирования объектов оставляет большое количество нераспознанными элементы, которые впоследствии без какого-либо труда запускаются и работают в системе. Проактивная защита фактически никак себя не проявила и обнаружить какие-либо зловредные действия в системе не смогла. В связи с этим система практически полностью поражена. С вами был Настрома771. Благодарю вас за внимание. До свидания.